Всем добрый день, с вами Айден и сегодня, на удивление, очень теплый день, поэтому я решил выйти из дома и записать видео, которое хотел записать дома на улице. И сегодня будет очень интересная история, в которой я чуть не лишился вот этого айфона, поэтому давайте послушаем, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Я вам рассказывал в прошлом видео, что у меня был план продать этот айфон и обменять его на айфон 8 плюс. И я выставил объявление на Авито, мне на самом деле много кто там писал о скидке, еще о чем-то, но вот буквально недавно я получил такое интересное, деликатное сообщение о том, что давайте решим все вопросы по имейлу, то есть по поводу покупки этого айфона. И меня это на самом деле с одной стороны насторожило, с другой стороны не насторожило, ну мало ли человек хочет, наверное, как-то ему оперативнее, ему удобнее переписываться по почте, нежели вот по стандартному мессенджеру Авито. К тому же он, я согласен, очень неудобный и очень лагучий. Я дал без проблем свою почту и буквально через сутки мне приходит письмо уже на английском языке, вот так оно выглядит. Перевожу вам, учитывая свои профессиональные знания английского. Здравствуйте, я заинтересован в покупке вашего вот этого товара. Короче, он из Омска, но ему нужен этот айфон для его двоюродного брата, который живет в Штатах. И поэтому он хотел бы, чтобы я отправил посылку экспресс-почтой и он сверх этой цены на айфон добавит 5000 рублей для того, чтобы я ее, ну как бы не убыток себе, я его отсылал. Это было очень странно, потому что я подумал, смысл мне отсылать айфон в Америку, если он сам родом оттуда. И если купить в Штатах телефон новый в официальном магазине Apple, гораздо дешевле, ну не гораздо, почти по такой же цене, по которой я продавал, ну хоть и в хорошем состоянии, но тем не менее бэушный телефон. И я ему отвечаю, что конечно, без проблем, давайте можете вот на мой PayPal отправить деньги все и за доставку, и за сам продукт. Спустя какое-то время мне отвечает этот человек о том, что он произвел оплату на мой PayPal аккаунт. После этого сообщения мне приходит письмо от PayPal. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Там написано, у вас есть входящая выплата в 45 тысяч рублей, 44 900, если быть точнее. То, что называется товар iPhone 7 Gold в 28 гигабайт, транзакция, все такое, читаю я дальше письмо. И внизу есть такой указатель, он еще анимированный, то, что выплата выполнена на 65%. Как только я отправлю товар, я должен в это поле ввести трек-номер, трек-номер посылки, и тогда автоматически мне эти выплаты приходят. То есть это якобы такая вот система безопасности для покупок и так далее. И я подумал, ну в принципе, наверное, у PayPal такая штука должна быть. Но я тут начал задумываться постепенно о том, что очень странный входящий адрес PayPal, то есть это неофициальный адрес. И при всем при этом ко мне это попало в папку спам. Я подготовил телефон к продаже. Я сделал уже все почти действия, потому что я очень хотел получить такие деньги, потому что это очень выгодно. И я буквально за такую же сумму, доплатив там каких-то 10 тысяч рублей, смогу обновить свой телефон. То есть обновив на 8+, и снять об этом видео предыдущее, которое было как бы с проверкой сервиса. И вот какая-то магическая сила мне не позволила это сделать, хотя я уже был близок. Я уже узнал цену отправки. Я узнал, что стоит 2000 рублей всего лишь экспресс-почтой отправить в Штаты. То есть получается, я буду в большом-большом плюсе от всего этого. И вы представляете, я чуть не сдал айфон просто так мошеннику. Он мне указал свой американский адрес. Давайте его посмотрим. Вот он. А вот и дом Даниэля Авилия. Как вы видите, он не совсем благополучно выглядит. Да и вообще весь район какой-то, ну вот, нетипично американский. Больше похоже на какие-то общежития для рабочих. Я прочитал в интернете, оказалось, что это очень распространенный способ обмана. И поэтому, наверное, цель этого видео в том, чтобы вы, ну, кто вдруг захочет продавать через Авито, особенно техника Apple, были внимательнее. Потому что после этого письма мне еще пришло, наверное, писем 10 таких в личные сообщения Авито с просьбой предоставить имейл-адрес для дальнейшего обсуждения деталей. И у всех идентична одна и та же история. Все хотят отправить этот телефон в подарок своему двоюродному брату, который по каким-то причинам живет в Штатах. А тот, кто хочет дарить этот айфон, живет в каком-нибудь Омске, Саратове, Нижнем Новгороде и так далее. Ума! Ума! Не умеешь бегать? И вот, и колете! Я переписывался с этим человеком, играя дурачка о том, что я вроде как отправил телефон, а мне никаких денег не приходит. Он говорил о том, что, наверное, у PayPal там проблемы, подождите, еще несколько суток. И, короче говоря, у меня была идея, чтобы просто его немножко, ну, не знаю, сделать ему неприятно. Вот есть такая собака, и я хотел сделать так, чтобы она накакала, положить все содержимое в коробку от айфона и отправить это вот этому непосредственно мошеннику. Ну, и тут я подумал, что от этой аферы я, во-первых, останусь в минусе, потому что доставку так или иначе придется оплачивать, вот. Плюс коробку придется отдавать, а она, извините, хорошая. И вообще я не увижу никакой реакции, как бы смысла в этом никакого нет, да? Вот такая веселая история, благодаря которой я чуть не лишился айфона, поэтому будьте осторожны, мошенников на Авито очень много. И если вдруг вам предлагают такую оплату, то сразу говорите, как только деньги будут на счету, я буду отправлять этот товар. Ни каких вот этих вот платежей, у них там много способов, они очень, так знаете, грамотно подделывают эти банковские, типа, транзакции. Будьте аккуратны, пожалуйста, ребята, и продавайте удобно. Я решил не продавать телефон, потому что, ну, это нафиг надо. Я что-то, знаете, прочитал о том, что всякие мошенники, плюс нафиг мне этот восьмой айфон нужен. Поэтому спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех люблю, всем пока, до свидания, удачи. Скоро много новых интересных роликов. И кроликов. Это сказала собака. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok